Беседа вторая о святых маковеях. Всех святых мучеников восхвалить одним языком невозможно. И хотя бы мы имели тысячи уст и столько же языков, нас не достало бы для этих похвал. Взирая на подвиги семи мучеников, я нахожусь в таком же состоянии, как если бы сребролюбивый человек, стоя при источнике источающем золото, и имеющим семь устьев, захотел исчерпать из него все. Но после долгого и невыразимого труда, оставив в нем большую часть, принужден был бы отойти, потому что сколько не черпая из источника, в нем остается еще больше. Что же, если мы не можем воздать по достоинству, то молчать ли нам? Нет. Потому что принимающие эти дары, суть мученики, которые в рассуждении таких приношений подражают своему владыке. А как поступает он? Когда кто-нибудь принесет к нему дары, то он соразмеряет награду не с величиной принесенного, но с усердием принесшего. Так поступил он с известную вдовицею. Эта жена положила две лепты и была предпочтена тем, которые положили много. Лука 21.24. Потому что Бог взирает не на малость денег, а на дорогоценность расположения. Денег две лепты, а расположение дороже тысячи талантов золота. Поэтому смело приступим к похвалам. И что мы сделали вчера, тоже пусть будет, если угодно, и сегодня. Вчера мы, взяв одну мать, о ней вели всю речь. Сделали же это не с тем, чтобы отделить ее от сон на детей, но чтобы это богатство было у нас безопаснее. Так точно поступим и теперь. Взяв отдельно одного из сыновей, скажем немного об нем, потому что нужно опасаться, чтобы похвалы семи мучеников, соединившись вместе, подобно семи рекам, не затопили у нас речи. Итак, возьмем одного из юношей, не с тем, чтобы отделить и его от сонного братья, но чтобы сделать для себя бремя легким. И когда один будет восхвален, то венец будет общим и для прочих, так как все они участвовали в одних и тех же подвигах. Впрочем, и сегодня мать непременно войдет в нашу речь, хотя мы не ее касаемся, потому что самая последовательность речи непременно привлечет ее и не допускает, чтобы она оставила детей, если она не отстала от своих частых подвигов, то не отлучится от них и в похвалах. Кого же нам взять из семи подвижников? Первого ли, или второго, или третьего, или последнего? Лучше сказать, между ними нет никого, последнего, потому что это сонум. А сонуме не видно ни начало, ни конца. Но чтобы сделать восхваляемого более известным, мы скажем о последнем по возрасте. Подвиги их братские и дела сродные, а где сходство дел, там нет первого и второго. Возьмем же последнего по возрасту и равновозрастного по духу, равновозрастного не только братьям, но и самому старцу Елеазару. Он один из братьев, введен был на мучения несвязанный, потому что он не дожидался рук палачей, но собственной ревностью предупредил жестокость их и был введен несвязанный. Не был зрителем его ни один из братьев, потому что все они уже скончались, но были у него зрители достопочтения братьев, глаза матери. Не говорил ли я вам, что и без нашего усилия мать непременно войдет в нашу речь? Вот и привела ее последовательность речи. Это зрелище было так достопочтенно и велико, что и самое воинство ангелов, так же и братья смотрели на него. Уже не с земли, а с небес, потому что они сидели увенчанные, как судьи на Олимпийских играх, не мнение произнося о борьбе, но готовы и принять увенчанного победителя. И так он стоял несвязанный и произносил слова, исполненные любомудрия. Он хотел обратить тирана к собственному благочестию, но так как не мог, то сделал наконец свое дело, предал себя на мучения. Тот жалел об его юности, а этот оплакивал его нечестие. Ни на одно и то же смотрели тиран и мученик. У них обоих были одинаковые глаза, плотские, но очи веры не одинаковы. Тот смотрел на настоящую жизнь, а этот зирал на будущее, в которое имел он возлететь. Тиран видел сковороды, а мученик видел гиену, в которую тиран имел ввергнуть сам себя. Если мы удивляемся Исааку, что он, будучи связан и положен отцом, не соскочил с жертвенника и не убежал, видя поднятый на него нож, то гораздо более надобно удивляться этому мученику, что он не был связан, не имел даже и нужды в узах и не дожидался рук палачей, но сам для себя был и жертвой и священником, и жертвенником. Посмотрев кругом и не видя ни одного из братьев, он смутился и решился поспешить и достигнуть того, чтобы не отделиться от этого прекрасного сонма. Вот почему он и не дожидался рук палачей. Он боялся застрадания тирана, чтобы этот, жалившись над ним, не отторг его от общества братьев. Поэтому он наперед избавил себя от бесчеловечного человеколюбия. А многое могло тронуть тирана, юность, возраство, мучения столь многих братьев, которыми мог бы насытиться и дикий зверь, хотя он не насытился, старость матери и то, что для него не было никакой пользы от казни предшествовавших. 670. Представив все это, юноша предал себя на мучения, которого избегать не следовало, и бросился на жаровню, как бы в источник прохладных вод, считая ее божественную баню и крещением. Как люди, палимые жаром, кидаются струей холодной воды, так он, пламенея любовью к братьям, устремился на эту казнь. Притом и мать присовокупила увещание, не потому, чтобы он имел нужду в увещании, но чтобы ты узнал опять твердость этой жены. Она не при одном из семи сыновей, не показала материнской скорби, или лучше, при каждом из них испытала материнскую скорбь. Не сказала самой себе, что это. Соном детей похищен у меня, остался один этот, после войны мне угрожает бессчадие. Кто же будет питать меня в старости, если этот умрет? Недовольно ли было бы для меня отдать половину, а если не половину, то две части сыновей? Неужели этого, который один остался мне на утешение старости, неужели его еще отдам? Ничего такого она не сказала и не подумала, но словесным увещанием, как бы руками подняв, положила сына на жаровню, прославляя Бога за то, что он принял весь плод чрева ее и никого не отвергнул, но собрал все плоды из дерева. И так, я смело могу сказать, что она вытерпела больше детей, потому что у них самое изнеможение убавляло много боли, а она с несмущенным умом и светлым сознанием естественно воспринимала яснейшие ощущения происходившего. И нужно было видеть трояки огонь, один зажженный тираном, другой зажженный природою, третий воспламененный духом святым. Не так разжег печь вавилонский тиран, как разжег печь этот тиран для матери. Там пищей огня были нефть, смола, охлопья и хворост, а здесь природа, болезни деторождения, чадолюбие, согласие детей. Не так терзались они лежа на огне, как терзалась она от любви к детям, и однако она победила силою благочестия. Природа боролась с благодатью, и победа осталась на стороне благодати. Благочестие преодолело болезни деторождения, и огонь восторжествовал над огнем, духовный над естественным, разжженным жестокостью тирана, подобно тому, как морская скала, принимая удары волн, сама остается неподвижною, а волны разбивает в пену и легко уничтожает. Так точно и сердце этой жены, принимая удары скорбей, как скала в море волны, сама оставалась непоколебимым, а удары эти сокрушала мыслью твердую и исполненную любомудрия. Она старалась доказать тирану, что она истинная мать их, а они истинные дети ее, не по сродству природы, а по общению в добродетели. В огне думала она видеть не казнь, а брачный светильник. Не так радуется мать, украшая детей на брак, как радовалась она, видя их казненными. И как будто на одного надевая брачную надежду, другому сплетая венки, третьему приготовляя брачный чертог, так она веселилась, видя одного идущим на жаровню, другого бегущим на сковороду, третьего лишаемым головы. Все было полно дыма и смрада, и всеми чувствами она ощущала детей, глазами видя, слухом слыша любезнейшие слова, самыми ноздрями принимая дым отсел приятный и неприятный, неприятный для неверных, а для Бога и для нее всего приятнейший, тот дым, который заражал воздух, но не заразил сердце жены, потому что она стояла твердую и непоколебимую, терпеливо перенося все происходившее. Впрочем, уже время прекратить беседу, чтобы им были возданы большие похвалы от общего нашего учителя, то есть епископа Флавиана. Пусть подражают этой жене отцы, пусть соревнуют матери и жены и мужья и живущие в детстве и одетые в рубище и облеченные в золотые цепи, потому что какой бы мы не достигли степени строгости в жизни и любомудрии, любомудрие этой жены идет впереди нашего терпения, поэтому никто из достигших до высокой степени мужества и терпения пусть не считает недостойным иметь своей учительницей эту престарелую жену, но все вообще и живущие в городах и обитающие в пустынях и хранящие девства и с честью пребывающие в непорочном супружестве и презирающие все настоящее и распявшее тело будем молиться, чтобы совершив одинаковый с нею подвиг удостоиться одинаково с нею дерзновения и стать близ нее в тот день молитвами этой святой и детей ее и дополняющего соном их Елеазара старца великого доблестного и показавшего в бедствиях адамантовую душу. А можем удостоиться мы этого, если при их святых молитвах сделаем все зависящее и от нас самих прежде борьбы и бедствий во время мира преодолевая свои страсти укращая беспорядочные движения плоти изнуряя и порабощая телом. Если мы так будем жить во время мира то получим светлые венцы за предуготовительные подвиги. А если человеколюбивому Богу угодно будет вывести нас на такую же борьбу то мы выйдем на бой готовыми и получим небесные блага которых досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа через которого и с которым Отцу со Святым Духом слава честь и держава во веки веков Аминь.